Привет, народ! Снова мы в Ганжине. Хотел вам показать второй уровень, но, к сожалению, в начале него сдох, поэтому перепрохожу всё по-новой. Почему я решил сделать запись? Потому что у меня нереально сейчас классная пушка, это голова демона. И по-новой я буду первого босса сейчас гасить и потом пробовать второй уровень проходить. Это у нас на курки, ясно. С курками, в принципе, не сложно. Если честно, это практически один из самых простейших боссов, который мне даётся... Ай, какая же классная пушка. Я надеюсь, их сейчас быстро уничтожат. Слушайте, какой урон! Какой урон! Он почти уже дохлый. Нормально пока замансовываю. А вот, поспешил, да, с этим. Так, первый готов. Слушайте, она божественна просто, эта голова лучом со своим. Класс. А сейчас мы попробуем второго атаковать. Но это не единственная пушечка, у нас ещё есть вот эта. Музыкальная пушка. Смотрите, перезарядка какая. Вообще класс. Радует. То есть, в принципе, это, наверное, одно из лучших чисто по пушкарикам прохождений, которые у меня сейчас были. Поэтому, думаю, будет интересно. А в всяком случае, я вряд ли, конечно, второй уровень... Блин. Вряд ли второй уровень пройду, но постараюсь. Так, давай, добивай. Ес. Хорош, хорош. Так, чё там у нас? Кстати, вот не знаю, куда эту валюту девать. Видите, вот эти диезы, как музыкальные. Так, патроны однозначно на демона. На демона патроны есть. Это просто божественная пушка. Обрез. А, ну это как и у преступницы. Ладно, с этим не сложно. Вроде всё восстановили. Не понял, у меня одно сердечко... Да, у меня одно сердечко слилось. Был такой пояс с сердцем. Как-то он там, типа, на руку одевается. И четвёртое сердце было. Но, видимо, оно окончательно тратится. Это печально. Пустышечку заюзал. Иногда тут просто тайники даются. И вроде как пустышкой они открываются. Но я не очень-то понимаю, где они. Поэтому получается пустую израсходовый, ребят. Так, ну вот он, Ли. Можно, кстати, на кнопочке, как мне сказали, сохраняться. Я попробовал, да? Это действительно так. Давайте. Пульки в барабанчик. Опа. А это кто? А я такого не видел. Приветствую. Что я могу для тебя сделать? Ты кто? Я просто странствующий лудильщик. Застрял тут на обратном пути. Вот я и подумал, хоть лифты починю, чтобы ведь время. Починишь? Они вроде работают. Сейчас лифты спускаются только на один этаж. Но с нужным оборудованием я могу наладить их так, что они смогут перемещаться через несколько этажей. О, то есть можно на следующем. Мне говорили, что тут есть сквозные пути. Крепкий орешек. Как заставить пультер? Лифты работают. Пока не знаю, но это будет непросто. Кто бы их не построил, он там какой-то странный. Сейчас на время вернуть в брешь. Так что поговори со мной, когда будешь. Да, увидимся в брешь. Удачи. Понятно. Он, в общем, в брешь там стоит. Поэтому, когда я скончаюсь, я могу с ним поговорить там. Прикольно. Опа. Получите лучак. Лучок. Лучак. Вот это оговорочки, ребят. Так. Слушайте, ну у меня просто расклад пушек божественный. Прям, ну, ни разу такого еще не было. Обычно дают какую-то туфту, а тут все достаточно удачненько. Ну да, есть. Слушай, прям вообще не идет сравнение. Мне кажется, в этой игре именно от тех пушек, которые вы найдете, зависит все ваше прохождение. Если заходить с фигней, типа этих пистолетов, так, а взять мне некуда. Три жизни. Жалко. Вот была бы еще одна жизнь, та, которую я брал на поясе, или как-то ремешок с садочным. Было бы лучше. Отхватите-ка. Ой-ой-ой. Вот это я лажанул. Ну так на патрон нарваться. Еще разок. Да что ж со мной творится, ребят. Я просто жуть как лажаю. Иногда бывает с боссами там, уклоняющиеся, как не знамых кто. А тут просто по-жухам. Так, 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 так. Опять! Ну я не знаю, этот уровень просто заставляет меня делать ошибку за ошибкой. Так, ладно. Телепорт открылся. Пойдем искать комнату, так как много. Сверху еще сердечек сейчас возьмем, чтобы хоть что-то восстановить. Обидно, обидно. Тратить жизни в этой игре вообще нельзя. Потому что впереди еще боссы, и как у него вообще с двумя жизнью-то будет? Опа! Сверховая, как ее называть так? Сверховая дева или что-то типа того. Почему-то этот моб для меня очень сложный. Вот из-за того, что патроны ее возвращаются. Но завалил. Пушечка просто решает, ребят, это музыкальное. Забыл, как она эта шарманка называется. Ну-ка. Получай. Класс! Перезарядка делает игру вообще просто оптимистичной. Так, что у меня? 468, 223. Давайте музыкальную перезарядим. Ну, почти ничего не было. А она очень эффективна. Дробовиком даже пользоваться не хочу. Он какой-то срачный. Так. Что у нас? Барабан, что ли? Нет, пчелиные соты. Правильные пчелы. У меня такого не было никогда. Эти соты очень привязываются к хозяину и выпускают пчел для защиты своего поврежденного улья. Какого улья? А, это типа я, что ли, улей? Хе-хе-хе-хе. Так, они... Ой, какая шлушка. Они, наверное, будут бить, когда меня будут бить. То есть... Ну, понял, понял примерно. Интересно, насколько большой урон они выдают. Надеюсь, что большой. Если так, то это еще большие имбовости в данной игре, в данном прохождении. Как видите, особо второй уровень от первого, ну, сильно не отличается. Что это? Храм возгордившейся пули, ныне павшей. Принести на алтаве кровавую жертву. Жертва принята сильнее. Что? Оп! Пачки, ребята, у меня еще жизнь сняли. Я теперь лечиться не смогу. Нахрен я это нажал? Это вообще хоть что-то мне даст? Обидно. Обидно, обидно, обидно с такими оружиями. Так, нет, никаких добавиков. О, ха-ха-ха, столкнул. Столкнул, а этого могу столкнуть. Столкнул. Так, а этот чувак выглядит не очень-то и враждебным. Ну, психованный какой-то. Не, он за мной бежит. Может, его не надо бить? Тут есть просто пули, которых не надо убивать. Может быть, знаете, такие с красным плащом. И если их оставить пятерых в живых, ну, этот не похож. То будет персонаж пули. Ну, нет. Этот определенный, наверное, должен умирить. Ну, да, точно. Так, а это кого я убил? Какая-то крутящаяся штука. Я еще не встречал ее. Ну, видно, что новые враги генерируются после того чувака. А это значит, что... Так, это красная повязка. Это не плащик. А это значит, что его надо было завалить. Опа! Пчелы полетели. Слушайте, они мощно бьют. Это мощно, конечно, на боссе скажется. Но, к сожалению, у меня очень мало в жизни. Так, и получать. Неприятные патроны. Приходится уклоняться. Они еще отражаются. Кстати, для меня тоже такое обновление. Что пули отражались. В прошлый раз с ним играл. Не то, чтобы это эффективно, но достаточно забавно. Так, что возьмем? Что возьмем? Могу, что ли, перезарядить? Но она полезнее намного. Да, давайте вот эту все-таки пушку. В голове тоже нормально патроны. У меня все практически полное. Но оставлять вообще бы не советую никогда на уровне ничего. Потому что мыши воруют. И еще я оставляю такую, знаете, записку, ребят. Шуточную. Типа, здесь были мыши. Там, на ты лошара. Так тебе и надо примерно такого плана. Не помню, как именно они там пушат. Но ничего не оставляйте. Так, так, так. Опа, опа, опа. Давайте размансуем немножечко. Не люблю это слово, но почему-то оно здесь само напрасилось. Так. Ну это не такие мыши, а именно, обычные. Их не показывает никто. Просто они оставляют записку. Троллящую записку. Так, вот эти черти, они уже кидаются и бьют. А до этого были, которые просто толкают. То есть они мешают вам на уровне и толкают вас на патроны. Ну и здесь, конечно, так. Так, вернем. Иногда просто мимики бывает. Не могу открыть. Но где-то тут торговец был. Давайте я, наверное, на локацию первую. В торговцу зайду. Лифтер мне не нужен. Лудильщик, да? Лудильщик-лифтер. Сейчас попробую, наверное, ключ купить. Потому что сундучок выглядит достаточно перспективным. Так, ключ покупает. 20 у меня осталось. Больше, наверное, ничего не возьму. Да, ничего не смогу взять. А это что такое у нас? Пончик какой-то. Пончик я уже, кажется, смотрел. Поэтому он мне не нужен. Где там ящик-то? А вот здесь, да? Телепорт на него самый нормальный. Хорошо. Не вопрос. Пойдемте взглянем, что там за пушкарик. Что-то как-то выглядит. Композитное ружье. Не обнаруживаемое. А, ну типа как против металлодетекторов делают. Типа из пластика. Это ружье изготовлено целиком из композитных материалов. И заряжено всего двумя патронами. Его привез в оружеле один беспечный агент, не понимавший, каким оскорблением это станет для пушки. Каким оскорблением для пушки? Почему два патрона? Секундочку. Пятьдесят. Необычная какая-то пушка, но... Описание, честно говоря, что-то как-то не радует. Так, пойдем дальше тогда. Давайте опробуем эту пушку. Так. А, это торговец. Не туда я зашел. Купить ничего не могу, да? Вот она комната. Сейчас попробуем хотя бы разочек стрельнуть из нее. Но что-то мне не хочется ей пользоваться, потому что у меня есть гораздо лучше, чем эта пластиковая пукалка. Ну-ка. А, ну понятно. Она такой, знаете, проникающий урон наносит. Но что-то как-то... С точностью у нее... Ну, в плане того, что точность-то нормальная, но... Не достает кучности стрельбы. Так, какой-то нож. Ой, он заменяет джетпак. Нет, не хотелось бы заменить джетпак. А что делать? Давайте я, наверное, его использую. Что там вообще он дает у нас? Так, нож и щит. Ножевой щит. Это щит, сделанный из богохульных ножей. Используйте с осторожностью, ибо считается, что он навлекает гнев на заклиненного. То есть, какой-то, видимо, дебафчик есть. Так, нет, а жизнь у меня раньше. И что, он бьет, типа? Давайте джетпак возьму, а щит оставлю на себе. Может быть, стоило взять. Я не знаю, он... Какой одноразовый, многоразовый этот щит. В активный слот. О-о-о-о. Ой, смотрите, он пули газит. Но мне все равно джетпак пригодится лучше, потому что он позволяет летать через всякие... Как это сказать-то? Через ямы. А тут есть некоторые уровни, где ямы очень большие. Есть еще испытания, которые тоже много чего дают. Конечно, щит имбовый. Я не спорю. О-па. Смотрите. Да, идеальная штука. Но... Да его уже по-любому мыши вытащили. О-па-па. Вот это бешеный чувак. Может быть, стоило, конечно, посмотреть, но я не хочу жизни. Хотя, в общем, на речь, что он делает вообще, если подбежит ко мне. Может быть, взорвется. Типа, камикадзе какого-то. Так. Две комнаты. Синие факелочки и футбольные. А это еще что? Какой-то ящик. Так. Вообще нельзя прострелить. В извратителе есть два свободных гнезда. Скормить активное оружие извратителю. Медленно отойти в сторону. Нет, у меня слишком хорошее оружие. Давайте я медленно отойду в сторону. Сейчас поставлю что-нибудь более ненужное. Вот, давайте композитную пушку попробуем скормить. Скормить активное оружие извратителю. Съел. Похоже, мог бы принять еще одну пушку. Ах ты же голодное создание. Ну, давай мы тебе дробовик скормим. Давай. Ох, пережевывай. Извратитель. Что он? Он, наверное, как-то модифицирует. Пушки переработаны. Тебя ждет новая крутая пушка. Ммм. Это типа как арбалет с плечами обратными, да? Пушка лук. Всегда с тобой пушка лук. Стреляет большой отскакивающей пушкой. В попытках соединить боевую эффективность пуль с бесшумной скрытностью стрелы временные лучники разработали пушка лук. Он оказался бесполезным в обычном бою, но получил вторую жизнь в вооружении. Он, то есть, стреляет лук, стреляющий пушками. О, чума. Знаете, у меня был такой патрон от дробовика, стреляющий дробовиками. И вылетают дробовики, врезаются и выстреливают все дружно. А это, наверное, лук, стреляющий пушками. Ну, типа как бы извратитель все извратил. То есть, он сделал наоборот. Слушайте, это прикольно. Надо будет потом, если встречу его еще раз. Хотя я в прошлый раз его особо и не встречал. Типа комбинирует все и делает наоборот, что лук стреляет пушками. Ну-ка. Ой, сразу двух. Вообще, слушайте, они еще так испепеляются прикольно от него, как в войне миров. Знаете, когда эти инопланетные существа стреляли? Слушайте, продвигает насквозь. Обалдеть, он божественный. Слушайте, что у меня такое сегодня за забег, в котором все... Какое-то супер имбовое оружие. Походу, я все прошел и, скорее всего, здесь где-то будет сейчас уже босс. Ну, я не ошибся. Интересно, кто на этом уровне будет. Походу, нету больше свободных комнат. В общем, такой он. Второй этаж, да, получается? Да. Второй этаж подземелья. Что могу купить? Доспехи. Шлемчик. Да, мне нравится, в принципе, шлем. Мне всего лишь одно сердечко. Давайте я куплю очень малой жизни, ребят. Просто капец, как мало. В любом случае, что сердечко, что доспехи, я получаю одно и то же. Только со шлемом я еще получу эффект кустышки. То есть, патроны на уровне будут выноситься. Глаз. Это глаз как из думы, да. Я видел такого там босса, что ли? Очевидец. Дурной глаз. Ну, давайте мы его куда-нибудь натянем. А, интересно, есть у него куда натянуть? Вау, прикольно. Однозначно классно. Вот это мне нравится. Так, так, так. Стреляем. Ракетки. Вот, видите, шлем как. Оп. Я шлепнулся. Я шлепнулся. Смотрите, по нему пчелы бьют. Слушайте, блин, вот, к сожалению, очень мало жизни у меня. Очень мало жизни. Но сейчас попробуем отбиться. Я надеюсь, у меня все получится. Одна жизнь всего осталась. Я всего с двумя пришел к этому боссу. А, как видите, я вообще не справляюсь. Нет. Обидно, ребят, обидно. Такой арсенал. Это просто вот здесь вообще вот ничем не пожертвуешь. Все на идеале. Да, печалька. Смотрите, и пушка лук, и музыкальная пушка, и голова демона. Ладно, давайте вернемся в брешь. Там у нас лифтер-лудильщик. И кто там еще-то был? Сейчас посмотрим. Кого бы взять, чтобы с ним поговорить? Давайте. Пилота. Попробуем. Где там он должен... Так, здесь туториал. Здесь у нас ничего. По-моему, еще я там кого-то освобождал. Торговку, что ли? Да, давайте к торговке зайдем. Открывается вот здесь магазин сбоку. Так, ну давайте глянем. Бутылка с сердцем. А, вот куда решеточки тратятся, да? Ракетные пули, РПГ. Благодарю вас за помощь. Департамент закупок снова действует. Угу. Слушай, спасибо, что вытащил нас из той клетки. Это департамент закупок оружия. Ты можешь нести решетки, и мы закажем в коллекцию новые оружия и другие вещи. Неплохо. Не знаю, надо ли. Попасть в оружие нелегко, но раз уже коммунные захватили власть, то это все, что применяют те, кто снаружи. Что за коллекцию? Ловко. Оружие, по идее, это нечто вроде музея, только для оружия. Угу. Так что мы собираем лучше, а затем сбрасываем это вниз. К счастью, гмонам постоянно приходится вытеснять мятежников вниз, и к нам идет постоянный приток нового снаряжения. Они продают нам все, что угодно. Ты делаешь заказ, а потом идешь, ищешь заказное в залах. Ммм, понятно. Так что заказывай что угодно, если закажешь не из нашего списка, то возвращайся попозже. А, все из нашего списка. Понятно. Вот так вот. Ясно. То есть здесь покупаю за решетки, и потом, когда я прохожу пещеры, я просто нахожу там все, что я купил. Ну, прикольно, да, это добавляет интереса. В общем, ребят, что, на этом, наверное, все. Если видео понравилось, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, я буду снимать еще много интересных прохождений, всяких штуковин околоигровых, баги, секреты, различные фишки из игр. Так что, я думаю, будет интересненько. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца, и всем пока.